Здравствуйте, дорогой Андрей Андреевич, а что вы думаете об апокрифах с эзотерической философской точки зрения? То, что я скажу, может очень обидеть людей. Правда, то, что я скажу, может обидеть людей. Дело в том, что та информация, которую часто подают, эта информация, она такая неоднозначная, и сама по себе теософия неоднозначная, знаете, и изучение религии, это неоднозначно все. Допустим, сейчас очень много культов есть, которые говорят, что очень важно читать Библию. И тут сразу же вопрос, Библию какую? Библию — это Библия, Ветхий Завет или Библия, Новый Завет? Ну тогда Новый Завет, он не может быть Библией. Хотя, если человек говорит, нет, и Новый, и Ветхий являются Библией. Да, Библия — это старая книга, в которой религиозная история какая-то. Таким образом, можно сказать, что есть Библия буддизма, есть Библия ислама, Коран может являться Библией ислама. То есть, можно сказать, что это, когда человек говорит, нет, Библия — это... Нет, Библия переводится, насколько я помню, с латыни, как книга, историческая книга, ну, или книга с историей какой-то. Вообще, насколько я помню, Библии называли историей о королях какое-то время. Ну ладно, неважно. И вот, допустим, пастора я иногда слушаю, мне нравится, и пастор говорит, пастор говорит, в Библии от Иисуса Новина, Иисус Новин сказал, человек должен быть сильным и никогда не отчаиваться во имени Иисуса Христа. О чем он вообще сказал? Дело в том, что Библия, если он говорит об Иисусе Новине, так звали, одного из царей, который правил после того, когда иудейский народ пришел в Израиль или на землю израилевую, это в царствованиях, а царствие называется в честь царей. Вообще, о чем Библия, Ветхий Завет? Она о царях. Это история царствия иудейских царей, где Иисус Новин был одним из иудейских царей. И то, что он говорил, это вообще не должно никого интересовать. Почему? Там нужно искать не, что он говорил, не, что Давид говорил, а, что Бог говорил этим людям. Вот, что нужно слушать. И вот, где нужно читать. То, что Бог говорил. А то, что сказал Лука в Евангелии, или то, что сказал еще кто-то, это вообще не имеет никакого значения. Важно то, что Бог сказал Иисусу, и важно то, что Иисус сказал людям. Вот что имеет значение. А когда из контекста вырывается, вот Иисус Навин сказал, ну и что? Цари всегда были, они всегда что-то говорили, каждый царь мог что-то сказать. Вы понимаете, Библия каждая, это эпос. Вот допустим Нараяна, это эпос от начала, от Вишну, который зародил Брахму. И после этого Брахма влюбился в Гангу, и после этого появились цари одни, другие, третьи. Это эпос истории рождения индийского народа. По сегодняшний день, ну к сожалению, да, до сих пор Нараяна пишется. И это такой эпос, который написан в стихах сначала исторически. И каждый раз или каждый год добавляется, потому что есть люди, которые являются писателями таких эпосов. Так эпос царствия пророка Мухаммеда, потому что был царем и передал законы, которые ему передал в свою очередь Аллах, где говорится, где многократно утверждается, что евреи не послушались и распяли и так далее. То есть целые-целые есть истории. В Нараяне это есть. Если говорить об Евангелии, можно вспомнить историю, которая, история Геракла. Мама Геракла, она была женщиной, которая жила с мужчиной и которая никогда не вступала с ним в половую связь. Жили они долго. Ее муж был рыбаком. Жили они долго. После этого она от Бога, Зевса, который захотел, чтобы у него родился ребенок, она не вступала с ним в интимную связь, забеременела. Родила Геракла. Он спас многократно многих людей. После распятия, после того, когда Геракл погиб и после его распятия на самом деле, Геракл воскрес. Скажите, эта история повторяется? Ну вот так повторяется. Тогда воскрес и пришел к людям и вновь кого-то спас. Это история, которая называется история греческого эпоса. А говорить о каких-то тайнах или говорить о каких-то дополнительных... Я хочу сказать, что все абсолютно религиозные книги устроены таким образом. В каждой религиозной книге есть что-то описанное плохое. Вот если читать религиозную книгу от начала и до конца, то с вами в жизни плохое, ничего не произойдет. Почему? Это синаптически происходит. Человек думает, религиозная книга, она создана во спасении меня и моей души. Поэтому любое чтение, что там происходит, и убили, и разрушили, и там измены, и убили, и там от, допустим, потопа и заканчивая местью, слезами, как это там последний текст в Библии, Еремии, которая отомстила за убиение своего отца. То есть, если от начала и до конца это прочитать, то получается, все, что там, эти события, какие там пожары, убиение детей, уничтожение, смерти, казни, обворование и так далее, это в жизни человека не произойдет. Я для себя это решил, я периодически, я в жизни своей все прочитал. Коран в нескольких изданиях, Библию в нескольких изданиях, Евангелие в нескольких изданиях. Нараяну не осилил, потому что, ну, это очень много. Ну, знаете, зато читал Гегеля, это было еще ужаснее.